И совсем недавно, ну как, полгода назад он потрясающий проект сделал, о котором он несколько слов скажет. Сто великих учителей России, с точки зрения России, да? Может быть и покажет что-то на компьютере. Ну вот, я не ожидал, да. Пару слов буквально, чтобы придумали. Может быть, вы знаете сайт Планета Семинаров? Давай-давай, вот ты и выбирай. Вот. Который я сейчас делаю довольно-таки длительное время, но вот мы уже так активно в сети присутствуем. Значит, и среди всего того, что есть на сайте, мы придумали следующий проект. То самых известных учителей современности, но имеется в виду русскоязычных. Так что голосовать можно прямо сейчас, да? Да. Ну, естественно, да. Вот сейчас она появилась. Отлично. Ну, смысл сайта задумывался, чтобы объединить в одном месте семинары, учителей, кто что-то преподает, консультации, услуги, которые оказываются в этой сфере. Ну, и в будущем у нас проект сделать социальную сеть среди тех людей, кто интересуется саморазвитием, духовностью, чем-либо... А, ну вот он. Вот это голосование. Сейчас оно загрузится. Знакомые лица, а? Ну, примерно таким образом. Сейчас вот я отображу по голосам, значит, кто у нас, чтобы было понятно. Значит, примерно это с мая месяца прошлого года мы этот проект запустили. Значит, любой желающий может добавить сюда своего учителя или себя добавить. Вот. Мы, естественно, модерируем, чтобы одиозные личности сюда не попадали, и те, значит, люди, ну, кто считается каким-то известным, а по сути известным не являются. Ну, что является признаком некой известности, да? Это востребованность этого человека среди какой-то среды, да, где он что-то там преподает и прочее. Ну, наличие групп в социальных сетях, наличие собственного сайта, каких-то учеников. Вот. И, собственно, ну вот, наверху у нас Олег Тарсунов, такой, наверняка вы его знаете, ну, с точки зрения трансперсиональной психологии, наверное, сомнительный персонаж, но, тем не менее, он глубоко в ведическом знании, там, какие-то камни он рекомендует, продает, вот. Ну, у них очень активная под ними среда. Те люди, все люди, кто в ведическом знании, я через это проходил, поэтому я говорю на собственном опыте, они очень такие воинствующие, экзальтированные, и за своих будут рубиться насмерть. То есть, кроме вед, ничего нет, это все знание там, а все остальное, это ерунда, в том числе буддизм. Ну, трансперсонально вообще не рассматривается, это как какое-то баловство. Вот. Естественно, они, чтобы своих людей поднять, они очень активно голосуют. Это вот связано с тем, что человек находится наверху. Вот следующий Михаэль Лайтман, Михаэль, я о нем вообще никогда не слышал. Это каббалист, который, значит, живет в Израиле, но очень тоже имеет большую поддержку среди, как бы, вот тех людей, кто интересуется Каббал. Они очень активно голосуют, постоянно его вытаскивают наверх. Ну, вот они сейчас с Тарсуновым, собственно, борются, да? Айурведы и Каббала, да? Да, Айурведы и Каббала. Вот. Ну, я, как-то, так сказать, не то, что имею некое отношение к трансперсональному движению, но очень, так сказать, благорасположен. Я вот, собственно, туда ставил учителей и тех, кто относится к трансперсональному, так сказать, я смотрю, Далай-Лама, наши люди, да, движению. Ну, вот как-то представители трансперсональной общественности не очень активно голосуют за своих учителей, которые в этом списке присутствуют. Ну, вот Шаминков, суки, ваш же человек, да? Наш, наш. Да, ну, вот он тут у нас, значит, на 27-м месте. Ну, сообщество очень большое, такое, систему управления. Значит, Лапин Андрюша. Да, Лапин Андрей, да. Вот он недавно у нас стоит, но уже 110 голосов набрал. Вот и Питер, Влад Лебедько. Значит, Бронислав Винегородский, он стоит давно. Винегородский, какой Винегородский? А, Винегородский, да. Виногородский. А, Виногородский, да, извините. Виногородский. Виногородский. Я любитель вина, поэтому у меня все в одну сторону. Ну, вот Арнольд Минделл. Гершон. Будет сегодня. Ну, Майко Владимир, да, вот он, мы его видим. Даже Зеланд опередим. Герман Карельский. Да, Герман Карельский. И Игорь Берхин. Вот, да, ну, все. Ну, и так далее, там, как бы, вот Кена Уилбер, я так, я очень уважаю Кена Уилбера, можно сказать, его люблю. Я, ну, частично вырос на его, на его книгах, как бы. Давайте все сегодня проголосуем за Кена Уилбера и поднимем его выше. Да, мое отношение ко многому очень сильно поменялось, когда я познакомился со страдами Кена Уилбера. Ну, вот, как бы, как мы не старались его продвигать, очень, очень плохо, слабенько за него голосуют. Но у нас есть еще одно интересное голосование, сейчас я вам его покажу. Это Аллея Славы. То есть, это мы сюда собираем тех учителей, которые, ну, оказали очень существенный вклад в развитие вообще духовности в масштабах всего мира. В первом списке там только живые люди и те, кто имеет отношение к какой-то русскоязычной среде. Либо книги издавались на русском языке, либо они приезжали сюда, так сказать, с какими-то семинарами, либо они, собственно, нашими русскими людьми являются. Вот Аллея Славы. Здесь, собственно, мы собрали, как бы, уже много людей, которых уже нет в живых. Ну, вот, мировой рейтинг. Да, мировой, некий мировой рейтинг. Некий мировой рейтинг. Ну, вот, Гаутама Будда, к моей радости, находится на первом месте. Оша, да, Рерих. Ну, вот, давайте, смотрите, все очень известные люди, да, но вот Иисус Христос у нас, как бы, да, так вот, он не в лидерах. Да, да, Ла-Лама рядом с Конституцией. Да, Лев десятку с Главацкой попал. Да. Надо же. Ну, вот, мы, значит, какой признак, вообще, того, чтобы попасть в Аллею Славы? Ну, значит, мы так разформулировали, что этот персонаж должен создать некое духовное учение, иметь последовательность из школы по всему миру. То есть его учение, его, так сказать, влияние должно быть во многих странах, как бы, отмечено, и принести какой-то вклад существенный в развитие духовности, интегральности и так далее. Вот, собственно, на этом основании мы сюда ставим людей. Ну, пишут сюда вообще, такие личности пытаются сюда попасть, но, естественно, мы отсекаем. Ну, вот, смотрите, да, значит, Юнг, Конфуций, Каштанеда, Луиза Хей, Гурджиев, Прабхупада. Вот здесь Кен на своем месте, да? Да, ну, тоже не очень высоко. Хотелось бы выше, но вот... Нет, ну, выше под Масамхаву, я бы не знал. Да, ну, вот Прабхупада, собственно, я считаю, что Кену Илбертуну явно, так сказать, должен... Ну, это ты считаешь, что есть люди, которые... Вот они нас кормят, например, сейчас. Один из моих учителей Нисаркадата Махарар здесь присутствует. Фрейд, Патанджали очень слабо почему-то, да? Как ни странно. Кришнамурти тоже, вот, пока... Байрон Кейки. Ну, и так далее. Вот, значит, ну, свою миссию мы видим в том, чтобы создать некий очень современный такой продукт, который бы, ну, с одной стороны, был бесплатным полностью для пользователей, для тех, кто хочет себя как-то продвигать. Ну, и за деньги, естественно, мы продвигаем, так сказать, более активно тех, кто хочет нам заплатить, поддержать проект. Вот, проект существует пока на мои деньги, существует он уже давно, это третья версия, которую мы издали. Ну, потихоньку как-то мы развиваемся. На сегодняшний день около 5000 посетителей в сутки у нас происходит. Бывают всплески, там, по 10-15 тысяч, ну, такая посещаемость на сегодняшний день. Вот, в планах создания социальной сети, общение между теми людьми, кто знакомство, общение между теми людьми, кто вот стоит на этом пути, каком-то духовном, личностного роста и так далее. Ну, спасибо, Володя. Спасибо большое, Володя. Для нас тоже приятно.